матч проигравших начинается на карте pillars of gold армани появляется слева внизу представитель африка фрикс как и тивай но как мы выяснили вместе они не тренировались дрим играет за команду brave star китайскую собранную китайскую team лигу но конечно в современном старкрафте тренировки абсолютно не ограничиваются именно командами куда больше решают просто какие-то там личные отношения игроков команда все-таки инструмент маркетинговый больше инструмент для участия в тем лигах чем для того чтобы реально то есть те времена когда какие-то игроки сидели вместе в team house именно друг с другом играли они во первых и существовали только для игроков не топового уровня но во вторых давным-давно прошли это заблуждение думать что если мару надо поиграть против зерга он будет играть обязательно с рогом может быть да может быть и нет совсем не обязательно это так но так вышло видите что статс и тивай например тренились вместе они оба играют за африка фрикс но просто собственно сказал тивай что считает стать лучшим игроком именно потому его и выбрал армания в двух сезонах джесса этого года останавливался в первом групповом этапе на третьем месте один раз была у него группа с бомбером один раз была у него группа с мару скарлетт и принц был в той же самой группе помните тот самый замечательный билд принца против мару от которого потом страдали тираны на ладдере какое-то время супер быстрый полным чаржи вот им из призма ну что касается dream а то четверть финала его в предыдущем сезоне тем не менее я не уверен что dream и тут нужно считать фаворитом странным образом есть у меня определенные сомнения в его текущей форме в твз насколько ему подходит вот эта мета с муталисками увидим в любом случае dream играет в своем стиле он ставит третий командный центр после факты до гелионов и будет играть именно в такой мидгеймовый жесткий пуш скорее всего но как играет армане увидим по крайней мере пока он не спешит ставить третий третью хэтчери третью базу но и газ не сказать чтобы активно добывает так что видимо все таки сейчас с королевой поползет его дрон на третью dream заказан стимпак да вот дрон залетает оверлорд он увидит стимпак и увидит 3 цц в принципе все это все что надо было знать но разворачиваться смысла уже нет изначально это был билет в один конец конечно же для dream это не тот билд который он там должен активно прятать честно говоря здесь и по таймингу гелионов суду все ясно то есть гелионы приезжают после четвертой минуты стандартные 2 гелиона приезжают на 315 поэтому здесь хотя погодите на 315 на 340 в любом случае у dream это вышло позже так что армане даже если от не залетал оверлордом он бы понял что там 3 cc он бы конечно не знал наверняка что там bio но я не знаю dream вообще хоть раз сыграл ли мех за последний год против зерга неважно в общем ладно в дабл грейда играет армане доллара ира пожалуй самый трендовый современный стиль хотя вариант игры через быстрый player для зацепа из соответственно скорости передвижения бейлингом тоже популярный вариант и более надежно тут королевам приходится играть в эту как бы угадай q но на самом деле нет потому что оверлорды правильно висят и кстати даже на трампа есть оверлорда вармане плане контроля карта он по-прежнему как и в игре против зуна показывает очень хороший уровень но дрим показывает хороший уровень в борьбе против крита на варчесте говорят был у дрима мех варте на варчесте было столько игр что видим я уже отдельные забыл сумасшедшие марафоны кстати скоро будет еще один турнир называется king of battles такое странное название но в общем вполне себе открытый турнир для разных регионов с призовым фондом 30 тысяч долларов там расписание более адекватная там что-то типа пары игр в неделю смысле пару дней вполне возможно что я смогу постримить на ютубе этот ивент это пока еще не точно потому что первыми заявились ребята из команды 3d а у организаторов правило один стримный язык и 3d шники сами пытаются помочь то что у них youtube совсем не приоритетная программа они уже написали что типа они предлагают разрешить но пока непонятно организаторы все равно пойдут не пойдут на встречу то что скажем так зарубежные люди они мыслят немножко иначе гораздо менее гибко задорнов как бы много палку перегибал но в некоторых в некотором смысле он был прав описывая общие тенденции мышления вот но надеюсь что все будет хорошо начала воскресенье европейская квалификация будет если разрешат то мой календарь и немножко поменяется какие-то трансляции мы исключим неприоритетные и заменим на киберспорт прям грех не напомнить да что доступ к календарю могут получить все спонсоры каналы уровня мастер и выше последнее время довольно много запросов так что видимо напоминаю я не зря об этом больше зрителей узнают что и когда смотреть фирменный поздний дабл дроп от дрима прилетает обычно он использует этот дабл дроп для того чтобы чистить крип но в этой ситуации из-за того что на карте такой открытый мэйн я думаю он решил ну попробовать слетать на этот мэйн честно говоря по моему она того не стоит даже обычный дабл дроп обычно но нормальных профессиональных играх на мэйне ничего не может добиться а уж такой поздний после третьего cc и тем более не особо силен ну и вот это фирменная тоже фишечка дрима приходить в пуш именно с халбатами когда я сам играл билд я халбатов оставлял дома потому что обязательно кто-нибудь будет забегать лингами и вот собственно кстати мы с вами видели на dream хаке что многие европейские топовые зерги в такой ситуации предпочитают возвращать этих лингов зажимать эту армию в клеще с двух сторон просто ее разрывать но я так понимаю что армане этого делать не планирует и умрет просто умрет да он убьет здесь эту экономику но как он дома отобьется но он будет пытаться тут протянуть какие-то время на бэйнах новых которые там доделаются у него заказано немножко муталисков ну ладно может быть я и поторопился он потеряет только четвертую вазу dream боится идти там бэйнов не так много не знаю прав ли он ну будет пытаться восстанавливать экономику мармане тем временем четвертая база с другой стороны кстати довольно позднее но понятно что он вкладывал все ресурсы в оборону 75 рабочих у него пока им особо негде добывать еще один тендс о том что хату можно было бы пораньше не знаю мне честно говоря не очень нравится что поголовно все зерги отказываются от макро хэтчера на мэйне типа мы сущие макро зерги мы будем ставить базы потом им базы спушивают и они такие ой чё-то личинок нет единственное кто не выпендривается это дарк дарк продолжает ставить макро хаты другой стороны конечно не то что сильно яркие результаты у дарк в последнее время с конца того года где он стал чемпионом мира но посмотрим еще что будет в этом сезоне gsl но большинство корейских игроков поют дифирамбы все-таки робу а не дарку сейчас с его непобедимостью в b7 очень неплохой сприт от дрима правда что-то карта быстро кончается не фееричный но неплохой эту базу он тоже убивает армане правда молодец что он особо не отдает дронов ну то есть дрим тут убил четыре штучки но армане сделал все что мог чтобы их увести ну а дрим то может вспомнить и нам напомнить что дроп тора вернее микро тором против муталисков но конечно с тех пор торов ослабили со времен 2015 когда он против life обожил этим компонентом микроконтроля и армора стала меньше у тора погибает он быстрее атака не помню кстати менялась или не менялась в лотве возможно тоже менялась по-моему ее как-то сдвигали туда-обратно ей что-то меняли радиус сплэша вроде бы да по двум направлениям пушит дрим но ему конечно главное сейчас вот на контратаки сильно не затерпеть там бежит много зерлингов прям реально много у них грейды 2-2 похоже что там дрем неплохо готов здесь тоже хорошо готов пытаются линги убежать но тут стенка стенка не с той стороны защищает ну дрим спасает тора многовато ресурсов у него копятся явно где-то забыт продакшен дополнительный много микродрим себе придумал два фронта возможно это тот случай когда она того не очень стоит потому что сидеть на 1000 минералов на gsl это конечно такая себе история минок не хватает закопанных но правда они в целом тут есть и даже апгрейд у них есть так что в итоге бейны никуда не докатились опять стрим у нас что-то шалит но я уже больше мне некуда переключаться к сожалению только остаемся на корее вот она так иногда падает но потом поднимается в отличие от американских серверов ну топим за европу надо активно заняться будет тестированием но пока дрим продолжает добавлять торов мародера очень здорово тоже у него отрабатывают грим вот ничего не выдумывает он выделяет морпехов отходят ими назад обратите внимание как просто он все это делает победа 1-0 3 сет карта дэса ура армане в правом нижнем в верхнем углу 3 игрок который крайне редко исполняет какие бы то ни было прокси бараки делает ставку именно на макро такой олдскульный тиран человек который заставляет старые билды работать армане тут поехал все-таки прокси искать знак качество хорошего зерна который не боится чуть-чуть уступить в макро зато не проиграть прокси бараком и дальше у него просто газ пул ну а дрим вот играет как раз так как многие тираны скажем так старые эпохи первой эпохи первого старкрафта к которым он безусловно относятся играли давно тогда когда прошла первая лихорадка 1 базовых билдов все вот эти вот ребята которые делали сирипу в каждой игре битбай бит прайм и так далее и все поняли что командные центры это хорошо нащупали сейфовые билды а где один командный центр там и 2 ну и вот мы видим как бомбер например отказывается от этого стиля на gsl а вот dream заставляет этот стиль работать показывает что по крайней мере при определенном уровне игры исполнения микро контроля это по-прежнему возможно понятно что у каждого разные вводные тот же dream и раньше микрил хорошо бомбер например не очень но но смысле не в целом бомбер не очень микрит микро мне очень вот он 3 cc все по-старому ну а здесь рипер буднично пинает хэтчера линки просто разбивают эту платформу зергом она не то чтобы очень мешает какие-то здания можно там поставить если понадобится старпорт тем временем дрима подстраиваются гелионы он редко с этого билда играет каких-то большей батлов так далее подавляющим большинстве случаев это просто сразу идет переход в медиваки но вот армане как раз играет то что в моем понимании опасно для этого стиля роучер рэвиджеровый пуш но вот именно здесь то dream внезапно решил и взял и решил перестроиться и ставит fusion core ему теперь только надо как-то этот роуч ворон разведать получится или нет это интересный вопрос потому что именно 30 c в батлов тоже не очень надежно играют против раннего тайминга роучей а именно такой исполняет армане таким стилем ваня убивал dream она онлайн турнирах у меня есть на канале эти видео да все увидел dream все понял заказывает больше вместо батла тем не менее делает при этом орудие ямато то есть он потом батлов готов перейти но ему нужно больше чтоб отбиться от роучер рэвиджеров может быть даже и 2 да ладно даже полетит орбиталка серьезный типок на самом деле армане там уже заказывает дронов но это не делает его положение в игре лучше с моей точки зрения то есть это роучевый пуш который не оправдался совсем он убил двух рабов до самих роучей потеряно не так и много рэвиджеры все выжили но он мог бы уже заказать 11 например на эти деньги так к нему летят батлы королев у него тоже должен быть недобор но правда он по крайней мере ставят спорки но в любом случае ситуация далека от идеала ну правда рэвиджеры зато тут помогут нормально отбиться от гиллионов конечно но можно было сделать это и попроще dream будет играть в мех вот как раз я говорил о том что он делает это редко видимо нас с вами ждет редкое зрелище пробегают линги от армане сожалению то что они от армане не значит что они какие-то особо модные dream наверное не отказался бы если по не были еще дорогими но они стоят все те же 50 минералов за пару вот если бы у армане были тапочки в форме лингов то тогда можно было бы их подороже продать такие знаете мягкие пушистые ничего не сделал особо батл 4 всего на нем фрага но поскольку это мех dream и совершенно все устраивает он просто будет продолжать строить батлов этот батл уйдет скачком будут его ремонтировать дома ну и как правило мех тиран и 3 батла строит точно но при орудии ямато можно в принципе и больше узерга уже доделывается шпиль дальше делаются две эволюционных камеры интересно понимает ли он что он вообще играет против меха да судя по апгрейдом понимает делали а ну так логично муфроу чем-то давно уже в продакшене так что все в порядке да королев тут уже достаточно чтобы этих батлов сдерживать романе дальше сразу ставит инфестейшн может быть это значит что он собирается играть в гидро-люркеров потому что при игре в ревейджера бэйнов вроде бы обычно такой ранний хайф то особо и не нужен посмотрим грейды 11 крутится у мягти рано грим довольно неспешно в целом раскачивает макро но нельзя сказать что и армане летует это и базу у него только сейчас поехал оставятся кстати батлы могут а я еще и отменить может поэтому и не спешил как раз армане он делает не до стоп это что хосты для хостов поставлен инфестейш до 8 форм хостов в заказе честно говоря мне не нравится хосты на тайминге 915 то есть там пока они высадятся там будет почти 200 лимитом их уже с апгрейдами не знаю есть ли синее пламя я не уследил за этим моментом 80 рабов не знаю какие хосты очень часто мы в подобных ситуациях видим игры которые заканчиваются банально тем что одну волну запускает зерк а потом умирает но грим тут не все армии пришел без кузнеца пришел поэтому у него так чисто циклоны направо гелионы налево на харассе 9 дронов убил лингов много да вот она синее пламя правда то что именно гелиона отдана это может и не так круто против хостов армане еще и здорово делит их на два направления ну на моей не он выбьет пару пристроек так а здесь же прилетают и каратор и которые очень больно выдают по батлам но от локустов отбился батлы большая ли это проблема не батлы каратор они убили одну факту dream тут же ставят нового но мы по-прежнему не видим от него попытки пойти в контратаку я конечно не знаю сработать чтобы сработала бы она или нет оригинальный видус но оригинальный только тем что он возможно не даст командному центру приземлить так-то не туз как не туз четвертую если dream эту игру будет затягивать то понятно что чем больше дистанция имеет хосты тем лучше потому что они за бесплатно убивают юнитов которые стоят денег не очень сложная арифметика но тут под циклонами все-таки погибают каратор и планетарку вычинят тиран до убили пару танков локусты так а здесь неудачное сражение для dream а циклоны через атаку особо вообще ни с кем воевать в не могут поэтому на низком уровне их лучше и не строить здорово армане тем недусом задержал выход на следующую локацию на dream вот приходится тут микро задачки вот такие решать ему совсем не до хостов и честно говоря я думаю что он проиграл можно ли было сыграть лучше наверное да такое чувство что у дрема все-таки не хватает опыта механизации на высоком уровне потому что в последнее время мы видели что у мех теранов ну совсем не было проблем с мехом в смысле не смехом а с осталью поделилась синим пламенем сжигали эти волны но как-то развел раскачал армане соперника показывают нам vision dream он не видит пока этих ручьи куда ручьи ползут кстати я не знаю наверное убивать командный центр несколько циклонов есть которые мешают недус поставить но если твои ручьи уже убивают циклонов почему бы им не убить и всего собственно терана на мех теран такое удивительное существо против которого иногда внезапно заказ просто масс ручьи это хорошее решение правда скорее против торов чем против циклонов сбросил за копкой зацеп армане но дриму приходится просто тратить сканы новые зацепы прожимаются в итоге эти ручьи не так чтобы и здорово зашли но армане может себе позволить у него 78 рабочих ему бы базу на двух газах занять и сделать шпиль величия вот что я думаю какой-то момент просто резко перейти в брудов и снести этих циклонов к чертовой матери потому что никакой инфраструктуры для торов там не то есть можно увидеть брудов и заказать их но эти бруды будут как тот париж который надо увидеть но потом понят ну похоже армане хочет отыграть попроще я не уверен что это тот случай когда проще это обязательно лучше но другой стороны грим с роучем это разбирается одного кустов по-прежнему ответа нет что улетают снова нам о нет решили не лететь на это ошибка но возможно это просто был shift по шифту клик задумки армане они должны были приземлиться наверху но они приземлились внизу потому что юниты тирана были все еще в радиусе рэвэйджеры вместо роучей с одной стороны чуть лучшего и что у них скорость повыше другой стороны они дороже и когда они погибают потери больше на самом деле гелиона циклона грима на мой взгляд очень хорошо размениваются хотя они сами не дешевые поэтому не исключено что по цифрам там все далеко не так радужно очень часто мы видим как тиран играющих гелиона циклонов на самом деле не выигрывает у зерба эффективность разменов коррозив байла по себе это всегда хороший прием 53 дрону сериал дрема осталось опять всех убил dream просто на прохождение играет пару большей что ли построить бы да чтобы просто контролировать эти стандартные места для нидусов руча тут еще приползли в дрим хочет выбить база он понимает что если зеркаль дальше будет давить его с превосходящей экономики то в итоге задавит да вот такой прикол и с нидусами но армане говорит у меня тоже здесь свой прикол в ответ на прикол и ставить нидус прям на мэй с от локусов то улетели здание я чувствую еще раз когда они взлетят можно по одному ручу под каждого ставить до тогда будет вообще папский троллинг ну игра это конечно проиграна уже давно но dream не любит даваться рано dream предпочитает стиль игры фэнтези с его джи таймингами но пора golden wall на 3 сет армане в левом нижнем в правом нижнем углу появляется dream который будет играть газ до барака в этот раз карту golden wall как обычно приносит нам разные нестандартные билды зачастую армане стандарт пул поставлен наверху почему-то некоторые дзерги на golden wall ставят пул внизу продолжают иметь проблемы с дабл дропами с пушами через нижнюю часть карты но в принципе сейчас конечно такие билды не в мете у терринов гораздо чаще мы видим давление через верх с золотой базой с третьей на золоте пока что просто ранний реактор у dream и вот в такой позиции факта честно говоря я не знаю что она дает сравнение с обычной фактой наверное рабочие чуть лучше выезжают хотя с обычной фактой они могли бы выезжать через верх а вот сейчас они не могут выезжать вообще но сейчас им пока и не надо действительно потому что там командный центр еще не готов да и вообще рабов всего 20 из которых 3 задействовано на строительство в принципе сейчас по идее 2 газ вроде бы толпу заходят но нужен ли он это вопрос другой дальше убери мастер порт в армане мы пока видим только мув и добычу газа одним рабочим что от него ждать каких-то ранних не приходится агрессии это не будет двухбазовая мута например которая на этой карте работает и даже двухбазовые хосты которых показывал нам и лейзер вряд ли тут появятся но это вообще довольно уникальный билд конечно особенно против биотернов пробегает зерлинг ну и в принципе видит только факту на реакторе все остальное от него скрыто нижние минералы тоже зачем-то контролирует тяра но скорее даже он не минералы контролирует а залет оверлорда руч ворон ставят армания чувствует что-то недоброе я думаю он возможно подозревает двойных гелионов с синим пламенем это наверное основное против чего в ранней игре нужны именно руч и облетает 3 модера это просто такой подпуш марика хелл батами с медиваком ну если ручи успеют появиться то против этого они конечно идеальный юнит дрима уже можно особо не прятаться уже ничего соперник не изменит дрим ждет арморе ох какая контратака есть правда 2 гелиона так что это не критично пока медивак минус здорово армания все четко делает ну стоять флангом любых юнитов против холбатов это может и не так четко но все-таки он отводит битых заворачивает их в ревейджеров да этот пуш ничего не добьется у дрима строится дальше либератор то есть на самом деле не то чтобы игру там проиграл у него почти столько же рабов мулы есть как обычно писали в чате на трансляциях майнкаст забейте у зерга уже больше рабов в любом случае смысле в любой непонятной ситуации конкретно за вот я думаю есть нюансы все же минка разрядилась по оверу это не факт что хорошо но благодаря тому что тут нет овера теперь может вот в такой безопасной позиции разложиться либератор можно попробовать выстрелить рядом с колонной его может быть за цепь но я не думаю что армане будет так аркаде чуть он скорее все вообще дальше не пойдет он просто не дает сопернику выезжать на 3 cc если dream захочет третью базу ему придется брать ее внизу следовательно она будет либо не на золоте либо на золоте с обратной стороны но пока третий командный центр только заказан армия зеркал уже уходит закупку случайно заказал армане но сразу же отменил дальше он будет играть в пехоту и правильно там действительно техника 80 армане будет играть против пехоты в свою зерковскую пехоту смысле в линга бэйн а техники как раз и нет на там бараки лэй почти готов чуть-чуть бейлинг нэст опаздывает в этой ситуации это не проблема я так понял что оставшихся роучей завернул армане в реведжеров чтоб польза от них была какая-то танка где-то выбить да вот либераторов таких либератор парень не быстрый оверлорда не добьет морфи счет успевает 3 сложится он даже раньше сложился чем полетели бою ну и дальше зерк переходит в стандарт у него готов лэйр 1 1 тоже готовы пошел шпиль скорость 224 база очень хорошая такая макро основа dream перелетает на золото и я так понимаю что он как бы подстраивается под стандарт мне кажется он довольно далеко позади тем не менее у него должно быть рабов больше штук на 10 сейчас 800 сейчас у него всего 100 лимита не знаю скажу что мне сильно нравится перспективы тирана но в итоге его билд конечно просто не особо оправдался учитывая что соперник его полностью прочитал хорошая минка тем не менее и либератор неплохо да ну таким харассом конечно можно попытаться вернуться в игру продолжает подстраивать dream рабов вот теперь он уже добраться трехвазовой экономики наверно на этом и остановится дробь гелионов очень неплохой продолжаются проблемы с экономикой шпиль разведан но готов ли на муту отвечать тиран это другой вопрос ну по крайней мере отвечать чем-то кроме крепкого корейского словца еще один дроп с минкой нет не с минкой с мародером можно несколько реведжеров забрать но там были и линги так что решил дринь тут не аркадничать муту любит вот так есть морпехов по одному за раз ну что турели торы 4 cc dream понимает что все тайминги атаки безнадежно упущены по апгрейдам он в километрах позади пока что армани конечно претендует на то чтобы играть рематч против зона было бы интересно посмотреть зону и с дримом но победителя определяет не то что нам интересно там вроде выезжал кто-то на пятую базу а потом пятая хата так и не появилась на карте по идее армане легчайше может ее поставить заказывает инфестейшн ну вот и она собственно дрим такими маленькими отрядами тут ходит опасно это затея по моему в любой момент мута слингами может все это дело перехватить как здесь отбиваться тоже не сказать что понятно но с другой стороны это база все равно ближе чем база внизу вот когда золото будет проедено тогда можно 20c внизу взять один например новый а точнее даже почему один с мэйна из золота перелететь скажем ну ладно хайд заказан у зерга у него уже 22 так что ему даже для апгрейдов хайд служим можно пока дистанционную атаку подзаказать ревейджерам и королевам линги прям ворвались в залпы танков танки там кстати очень много перебили еще и по бэйном постреляют у сэрлова в завета забавные моменты он один из тех кто не любит давать бэйнам взрываться просто так или лингом кого-то грызть просто так но с бэйнами бывает так что остается пара танков сэрл не хочет взрывать бэйны в танке потому что типа это невыгодно в итоге он пытается укатиться и танки всех этих бэйнов все равно убивает такая вот странное смешление но сэрл он с перепуга даже если open cup и начал играть и собственно выиграл в понедельник говорил он писал вернее в твиттере что определенные психологические нюансы есть у него сейчас в игре и наверное чтоб немножко наработать именно вот опыт успешных турнирных игр он решил пойти на биг гейб кап и показать что они не хиромарин едино живет в европа на онлайновых турнирах не увидел здесь дрим заранее что влетает муталиски отвел рабочих а в армии то у него уже три тора с минками минок бы конечно побольше но три тора это тоже хорошо 2 2 утрима готова может быть ему и не надо пока 3 3 заказывать ой столько бэйнов такому количеству бэйнов просто все равно торов они не то что убили они то все мимо прокатились и бэйны в итоге все были потеряны и чисто по деньгам даже может для терана это было не так плохо но у него теперь нет ничего против муты особо а зерк то сделает новых бэйнов у него 5 бас его ничего особо не смущает у дрима правда 155 лимитов все равно но на третью атаку нашел он денег рандомные минки по прежнему закопаны по всей карте есть еще вот только им бы не сюда стрелять но тут уж дрим не успел проконтролить тор принял на себя просто дикое количество бэйнов сейчас и в другой части сражения тоже разрулил теран и здесь он делает дроп так возможно ситуация меняется лимит 115 на 78 ну ладно базу добить не удалось но конечно нюанс в том что сейчас будут грейды 3.3 сейчас будет адреналин и возможно даже ультралиски ну или ультралиски для самых радикальных наших слушателей которые муталисков и гидралисков на дух не переносят такое бывает когда начал смотреть старкрафт году в 2016 ну пока в слонов не спешит переходить в зерк конкретно в такой игре на самом деле возможно они бы и зашли потому что здесь у терана нету крит масса либераторов хотя с другой стороны есть 13 мародеров и с этим тоже надо быть осторожными потому что слоны умеют заканчивать игры но они умеют также и заливать игры иногда потому что часто они могут сдохнуть вообще особо ничего не сделав странный юнит короче и в этого юнита армане переходить пока не спешит неплохой сплэш барабан опять ССВ погибло ну чтоб дрим почти собрал свое золото надо ему лететь потихоньку вниз я думаю что верхнюю часть карты он трогать особо не будет минки продолжают харасить минеральную линию да золото дрим не дает соперник он дальше на крип он не спешит лезть ему надо сканить надо пытаться здесь удерживать позицию хоть это и сложно пошел апгрейд на хитиновый панцирь видимо слоны появляются в планах ну причем мне нравится дрим что это один из тех терминов которые реально понимают силу минок он просто не стесняется обузить минки против зеркай это конечно очень правильно если наработать скилл отходить так вовремя чтобы не было friendly fire они потрясающе эффективными умеют быть чеймич литков забавно сбросил армани особенно если их еще прицепить там за пехотой но можно их и так для контроля карты там просто оставить медивак перехвачен но армани уже доделывает и скорость слонам будут у них полные грейды такое чувство что зергу самому пора идти на нежную часть карты то есть у него то как бы все хорошо но проблема в том что он реально верхнюю часть карты всю кроме базы на золоте уже сейчас соберет он добывает все это уже довольно давно ну и сейчас видимо для него лучший момент чтобы попытаться задавить соперника ресурсами у него 200 лимита у него есть определенный банк на второй заказ слонов бейнов сумасшедшее количество но даже такое количество бейнов не может катиться на минное поле которое внизу с моей точки зрения да но оно зато может выбивать две базы одновременно потому что до туда минное поле еще не добралось и сможет ли дрим из этого как-то вернуться это вопрос не праздный появляются либераторы у дрима в принципе все есть все правильно еще килсы для минки кстати апгрейд на армор зданием очень неплохо бы помог против муталисков вообще клемм помнится на карте Этернал Эмпайр как-то против страты в быструю муту просто делал очень ранний апгрейд на армор зданием что мне кажется что это имеет смысл и можно разрабатывать эту тему но другие террены пока не поддерживают этот подход интересно что до сих пор армайн подстраивает муталисков для борьбы с либераторами по всей видимости да ну и наверху дрим теряет армию видимо на этом игра все же должна закончиться потому что у террена особо сейчас нет добычи походу он с мейна перелетел орбиталкой вот сюда летел очень долго то есть добывал все это время очень мало да мины продолжают божить но зерга просто слишком много а у террена добычи совсем мало не может позволить себе даже заказывать юнитов слонам совсем не весело кажется на этом минном поле но их 4 штуки они даже не успеют погибнуть в этой игре ну что ж все же армани может быть напрасно дрим экспериментировал смехом во втором сете но с другой стороны возможно опыт его подсказывает ему что против современных зергов уже вот это макро через 3 командных центра не так уж и надежно работает как бы то ни было дрим сыграл 3 разных стиля и только его золотой стандарт принес ему победу такое чувство что дрим не очень-то и расстроился мы никогда не можем знать возможно их ладдерная статистика за последнюю неделю 20-0 и дрим знал что ему особо ничего не светит в любом случае что ему не светит точно так это плей-офф GSL в этом сезоне светит ли в следующем мы узнаем совсем не скоро ну а армани отправится на рематч против зона а 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